здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзагет пришел следующий ужасный страшный вопрос почему бог попускает нечистой силе проявлять себя физически имеется полтергейст и почему священники порой не могут изгнать ее слышал историю когда проводили освещение жилища и это не помогало с чем это связано спасибо если почитаем новый завет да и ветхи тоже мы увидим что господь много кому подпускал внешнее проявление бесовской силы вспомним гадаринского бесноватого одного или двух вспомним отрока которая кидалась в огонь и воду в полнолуние и даже апостолы не могли исцелить его господь бес изгнал но ученики наедине потом спрашивали а что ж такое изгоняли изгоняли здесь не смогли господь отвечает что рот сей изгоняется молитвой как чуть позже дописали постом поэтому друзья мы предполагается что тот кто будет бесов изгонять вода это не скажу большой силой обладать тесной связью с господом богом нашим потому что не человеческой силой изгоняется рот сей но силой бога важна личная нравственная чистота жизни молитвенная жизнь подвижническая постническая важный момент поэтому священники далеко не всякие священники могут решить эту проблему другой стороны она не очень-то и популярна там те бесноваты которые кричат на разных отчитках большей частью подавляющим большинством люди тонко душевной организации которые необходимо лечение психиатрическое но им нравится действительно нравится явить себя людям в таком замечательном обществе уже много диссертаций на эту тему защищено можете почитать поинтересоваться как общие отчитки влияют на психиатрическое психологическое состояние отчитываемых что касается почему господь попускает нет прямого ответа часто бывают за какие-то тяжелейшие грехи бывают ради славы божией помните спрашивали у него вот упала в башня села амская погибло 17 человек грешнее все были до предотвращают нет для того чтобы упакаялись бывают господь предостерегает человека от каких-то действий поступок которые в конечном итоге погубит и тебя и жизнь других людей и душу других людей но мы так не знаем так или иначе дыма без огня не бывает и если господь попускает воздействие нечистой силы в твоей личной жизни в твоем доме что-то ты сделал не так может быть связано с кощунством каким-то с насмешкой с реальным святотатством шутки ради с заигрыванием с нечистой силой это сам распространенная причина гадание поход гадалкам раскидывание картишек в том числе и таро медитации это ребята оккультная практика индуизма и небось бесы суть говорит писание если ты говоришь нет 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 мы вот из этой бесовской религии мы вытащим то что нам нравится то что что-то полезное йогу медитацию ты кукуха и все равно поедешь на высших уровнях уже появляются медитации некоторые сущности которые присутствие которых ты видишь ощущаешь и избавиться которых уже не можешь заигрывайте с этими вещами у священников большой опыт общения с людьми которые начинали с медитации фитнес-клубе закончили заканчивают поморчением ума и настоящим беснованием не все конечно же тут нет общего знаменателя но кто начинает заниматься этим серьезно то не остаются одни в комнате никогда спрашивайте почему господь попускает может быть что это прислушаться к тому что говорит бог священное писание они к тому что тебя говорят популярные блогерки в соцсетях вот такие дела хочу сказать что буквально на днях русская православная церковь одобрила документ который называется отношение русской православной церкви к современным практикам экзорцизма если вы хотите более глубоко изучить этот вопрос что же русская церковь говорит на эту тему кому можно изгонять бесу кому нельзя у нас никогда эта практика не было регламентирована так строго как сейчас зайдите на сайт патриархии изучите посмотрите найдете много для себя интересного полезного пусть господь ограждает нас от всякого зла силы честного и стреляющего креста живите правильно не кощунствуйте не поклоняйтесь богам иным не увлекайтесь сомнительными современными духовными практиками расстановки по хейлингеру и так далее регрессивно гипнозом все это имеет оккультные корни и потом не удивляйтесь что это у меня тут вилки по дому летают бог бог больно тыкают я ж ничего плохого не сделал бог у меня в душе ну и что что у меня там книг по кабале это практической магии два десятка штук это так интереса ради надо быть всесторонне развитым человеком надо знать все можешь получить за это надо знать все кого кем-то интересуешься тому ты служишь служите господу богу нашему донди же есть внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео всем спасибо большое